Приветствую! Мы с вами находимся в Темирязевском районе на севере Москвы. И здесь от Дмитровского шоссе и до Темирязевской улицы проходит, ну практически до Темирязевского проезда, проходит Лиственничная аллея. Проходит она по территории Московской сельскохозяйственной академии имени Темирязева, то есть по территории студенческого городка, это студенческая аллея, поэтому на ней всегда полно студентов, которые знают разные корпуса. И вот она проходит между разными корпусами и другими всякими строениями и объектами, которые относятся к Темирязевской сельскохозяйственной академии. Но на самом деле раньше здесь находился два института, один назывался Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени Горячкина, ну а второй собственно говоря Темирязевская академия. Но несколько лет назад институт Горячкина был присоединен к Темирязевской академии и сейчас его не существует, он есть одно из подразделений Темирязевской академии. Поэтому, можно сказать, это аллея, я тут монополист, это Московская сельскохозяйственная академия, как она сейчас называется, имени Тиме Рязева. По аллее движения от облика транспорта запрещено, на всем протяжении это пешеходная зона, очень красивая, очень живописная, въезды перекрыты заградительными столбиками, плитами, приглашаю сюда обязательно, обязательно надо здесь посмотреть, погулять по студенческому городку, очень все красиво, интересно. Длина аллеи составляет около полутора километров, вообще возникла лея еще в 18 веке при постройке Григорием Разумовским, усадьба Петровская, которая здесь находилась, да, сюда Петровская-Разумовская, как дорога, которая ведет от Дмитровского шоссе, ну или тогда от Дмитровской дороги, как раз в Усадьбе, Петровская-Разумовская. Она находится, собственно, Тимирязевская улица, прямо за этой вот истечной аллеей, за концом, там главный дом и другие, соответственно, постройки этой усадьбы. В 1860-х годах в Усадьбе была создана Петровская лесная школа, ну позднее Петровская академия, в 1863 году ученый Шрёдер посадил вдоль дороги сибирские лиственницы, которые образовали вот эту аллею. И надо сказать, что действительно эта аллея, как, наверное, никакая другая аллея, она действительно оправдывает свое название, потому что действительно и вправо, и слева от этой аллеи, вот вдоль тротуаров, в проезжей части, посажены лиственницы. Они до сих пор растут, одна за другой, практически в геометричной такой последовательности, очень, так сказать, правильно все сделано, распланировано, их очень много, и они очень, соответственно, красивые и полезные для здоровья. Кстати, автомобильное движение, в общем, вам много мы за это запретили, потому что оно оказывало очень негативное влияние на, вот, лиственницы, вообще на растения, на всю эту экосистему Тебряевская академия. Потому что раньше здесь было, конечно, автомобильное движение, даже есть автобусы, которые завозили студентов к разных факультетам, вот, ну, а, по-моему, даже Травекус был, вот, ну, а теперь остановки, там даже остались, сейчас, ребята, остановок, не знаю, как сейчас, но вот, по крайней мере, там, года два или три назад еще расставали. Вот, ну, потом запретили, потому что просто от этого лестница страдает, они могут просто умереть, потому что очень сильно возросла вот нагрузка, раньше еще там не так много машин было, там, в советское время, да, вот, ну, а сейчас их очень много, и просто они могли бы не умереть. Ну, и вот эта аллея сохранилась, ее еще Шрёдор посадил, да, в 19 веке. И до 1925 года эта аллея называлась Петровским проспектом, вот, по-бывшему названию сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, Петровская академия. Ну, затем ей дали имя Климента Тимирязева, и, соответственно, она уже получила новое название. Ну, а в 1925 году она получила современное название вот именно по сибирским лиственницам, которые растут вдоль проезжей части и тротуаров. В конце 320-х, начале 330-х годов аллея застраиваются учебными корпусами и общежитиями, тут, кстати, еще общежития есть, вот, Тимирязевская академия, в общем-то, в стиле конструктивизма как-то достроили. И, кстати, вот эти корпуса сохранились, и они представляют собой очень большой интерес, потому что ни один корпус не похож на другой, они все построены в своем особом стиле, и все имеют какую-то свою изюминку. Поэтому я очень рекомендую здесь побывать не просто даже вот с эстетической точки зрения, или там, с оздоровительной точки зрения, или там, просто с прогулочной, да, а еще и, конечно, с такой познавательной и, ну, такой исторической точки зрения, да. Потому что здесь, конечно, очень много материала для раздумий и для всего, что, говорится, вот, комплексного анализа. Ну, вот, и к конечному участку аллеи с нечетной стороны примыкают опытные поля Академии. Тимирязева, ну, там пытались, как-то, знаете, гольф-клубом, хотели даже застроить, был такой скандал не так давно, да, но запретили застроить эти опытные поля Академии. Ну, а гольф-клуб, вроде, я не знаю, сейчас, вроде, немножко работает, по-моему, там все-таки гольф-клуб на части полей, но он небольшую часть, именно. На ней находится памятник Ленину, ну, куда без него, в 1955 году был институт установлен, ну, а сначала был установлен этот памятник на перроне Ленинградского вокзала, и в 1981 году был перенесен сюда. Ну, много здесь учебных корпусов, да, собственно, в основном, все тут вставляют учебные корпуса. Тимирязевский сельскохозяйственный Академий 12-й корпус, под номером 2, 3-й корпус, под номером 3, столовая Тимирязевская Академия, под номером 2D, второй корпус, под номером 4, здесь деканат ученого финансового факультета, это бывший жилой дом, здесь работал экономист Николай Кондратьев, а также учился, работал экономист-аграрник Александр Чаянов. Первый корпус, под номером 4, здесь деканат экономического факультета, Центр молекулярной биотехнологии, тоже к Немирязевске относится, под номером 5, это здание для ученых-физиологов и растений, 150-го года постройки, первый корпус, ну, бывшего Московского государственного агроинженерного университета, ну, как стал называться Институт инженера сельскохозяйственного производства уже потом, имени Горячкина, под номером 6, но сейчас тоже относится к Немирязевской Академии, четвертый корпус бывшего агроинженерного университета, под номером 7, корпус 4, вот, здесь находилось два лекционных зала, деканат факультета технических ЦРС ВПК, ну, и так далее. Рядом, кстати, памятник Горячкину стоит, кульпер-рутику, поставленный в 1772 году, Горячкин был ученый в области сельскохозяйственных машин, почетный член Академии наук СССР, вот, ну, также теннисный центр Академии, вот, Дом культуры Академии под номером 12, строение 3, теннисный центр под номером 8А, также Дом культуры под номером 12, строение 3, спорткомплекс в Тимирязевке под номером 12, корпус 2, сюда же выходит, кстати, и футбольное поле Тимирязевской Академии, там же вокруг лекарпетические дорожки, вот, ну, он находится, это поле между верхней аллеей и, соответственно, вот этим вот, листничное, между двумя аллеями, да, находится. Ну, также много общежитий, да, кстати, центральной научной библиотекой железного под номером 2Б находится, библиотекой Тимирязевской Академии, так же здесь же находится в этом здании приемная комиссия, когда бывает, вот, прием студентов, в этом здании находится памятник Пугу, такой двухкорпусный оборотный навесный Пуг, вот, который был установлен в 2012 году в честь 150-летия Тимирязевской Академии, на постаменте лично табличка со страховой стихотворения Пуг и Борозда поэта Викулова, не забываю об этом никогда, всему начало Пуг и Борозда. Вот, ну, также находится много общежитий, и в начале аллеи есть общежития, кстати, довольно старые, или конструктивизма, в том числе целый комплекс, ну, и в конце тоже есть общежития уже более такие современные, выходящие больше так, на Тимирязевскую улицу, вот, так что это тоже близкие. Ну, общежития, раньше частично принадлежали Институту инженеров аграрного производства, частично на Тимирязевской Академии, но сейчас они не все принадлежат. На Тимирязевской Академии, опытный поле я уже сказал, вот, 33 гектара, там часть играет вольф, там вольф поле открыто в 2010 году, вот. Вот, в одном из общежитий находится студенческий турклуб «Ветер» под номером 14-х, трехэтажное здание, 1332 года постройки, сели конструктивизм. Вот, ну, и, кстати, еще интересно, что здесь находятся два пруда по стороне этой аллеи, средние и нижние фермерские пруды, вот, они всего три пруда дадут, двережные, средние и нижние, ну, соответственно, фермерские, кстати, закрыты, он находится за верхней аллеей, но вот средние и нижние они открыты для посещения. Ну, и здесь и всякие опыты проводятся, и занятия студентов, ну, и, ну, конечно, так сказать, пространство для отдыха. Они были сооружены еще в середине 18 века на территорию Санкт-Петровского-Зумовска в долине речки Жабинка. Ну, а название получили по находившейся поблизости сельскохозяйственной ферме голландского типа, основанной Петром I. Ну, и помимо памяти Кулинина, здесь даже находятся памяти Шредера, Железнову, Скебуту и воинам автомобилистов. Ну, такая машина вот стоит, старая такая, в военном стиле, здание бывшего агроинженерного пульта. Ну, в общем, приезжайте, здесь очень все красиво, очень интересно, много достопримечательностей, богатой истории. Жилых домов, кстати, здесь, конечно, нет, потому что это столько городок, но общежития есть, поэтому, по сути, это, в общем, тоже, так сказать, жилые здания в любом случае. Ну, доехать сюда достаточно легко, метро Петровска-Зумовска, сейчас вот открыли новый выход. Раньше было еще надо идти через железную дорогу, вот, переходить там, Петровское шоссе, переходить, в общем, если какое-то время. А сейчас прям совсем рядом открыли выход, прям недалеко, вот, начало 10, начало летом, выход выходит на верхнюю аллею, и немножечко там чуть-чуть пройти туда, мимо общежития, как-то сядь, как-то сядь, как-то сядь. Посмотрите, и выходим на дистанционную аллею. Приятных прогулок, и до новых встреч на улицах Москвы.